Привет, друзья! В прошлом выпуске журнала я остановился на английской группе из Ливерпуля, The Beatles, и я решил посвятить этому сегодняшний выпуск. Вы знаете, этот выпуск моего журнала мне пришлось удалить и заново переделать, так как нельзя в Ютубе использовать лицензионную музыку, приходят жалобы, и поэтому в дальнейшем я буду просто давать ссылку в описании на ту или иную песню. В апреле 1963 года в Великобритании был выпущен в продажу фирмы Parlofon первый музыкальный альбом группы The Beatles. Виниловый альбом был назван в честь самой популярной песни в то время – Please Please Me. А продюсером этой группы был Джордж Мартин. Ко времени записи этого диска группа существовала уже два года, и за это время успела дать множество концертов в различных клубах Ливерпуля, а также в Германии, в Гамбурге. Часть песен была написана не Beatles, а являлась кавер-версиями популярных в то время композиций, а другая часть была написана Джоном Ленноном и Полом Маккартный. Самой успешной стала заглавная песня Please Please Me, которая вышла синглом и стала первой песней, достигшей первое место в британских хит-парадах. Популярными песнями стали также I saw her standing there и Love Me Do. Разумеется, у нас всех тех, кто вырос на этих песнях, нет особой необходимости глубоко уходить в эту тему. Но для тех, кто не очень хорошо знает этот музыкальный материал, я даю ссылки на эти песни в описании. До сих пор музыкальные критики, эксперты, администраторы, звукорежиссеры не имеют единой точки зрения по поводу бешеной популярности в Ливерпульской четверке. Кто-то объясняет этот успех с появлением электрогитар и новой аппаратуры, кто-то объясняет это их имиджем на тот момент, но большинство, разумеется, объясняет их популярность мелодическими новыми песнями, необычайными гармониями, интересным вокалом. Я бы от себя добавил, здесь просто все совпало и все повлияло на то, что в какой-то начальный момент времени их появление на эстраде весь мир замер, а затем преобразился в совершенно новом качестве. А бетлы проснулись в один день знаменитыми и богатыми. Обратите внимание еще вот на что. Джордж Мартин использовал пилотный проект с песней «Can't buy me love» и записал ее вместе с еще одной песней и выпустил на маленькой пластинке «Миньоне». Причем этот сингл, благодаря своей бешеной популярности, потянул за собой весь альбом «Please, please me». Надо особенно отметить, что в то время многие из нас еще не представляли образ этой группы. Не было у нас фотографий. В связи с ними у нас все было запрещено, и в газетах о бетлах выходили разные публикации, обливающие их грязью. И вот что еще. Обратите внимание. В то время никто по сцене не бегал и не призывал публику хлопать в ладоши, как это делают сейчас наши современные артисты в шоу-бизнесе. Когда выступали бетлы, в публике была самая настоящая истерика. Люди подпрыгивали на стульях, кричали, свистели, тем самым выражая дикий восторг от той новизны и энергетики, которую создавали бетлы на своих концертах. Это единственная группа, у которой практически все песни были хитами и попадали в десятку. Такого не было просто ни у кого. Однако мне все-таки хотелось бы не забыть и о нашей эстраде того времени. Эстраде 64-65-х годов. В середине 60-х годов радиостанция «Маяк» очень часто транслировала эту песню из репертуара квартета «Аккорд». Песня «Эхо» часто исполнялась в концертах самодеятельности и на вечерах. Ну, такой конкретный советский твизд. В это время на экраны страны вышел фильм «Я шагаю по Москве», где главный герой фильма поет песню Андрея Петрова. А исполняет эту роль еще никому неизвестный, совсем юный в то время молодой Никита Михалков. Я вспоминаю, как на одном из вечеров я случайно перепутал слова, и получилось довольно-таки смешно. Все время вспоминаю это, потому что зал смеялся. Я спел так. Бывает все, на свете не поймешь. В чем дело? Сразу хорошо. Ну, вот на этом разрешите закончить мой рассказ. И я напоминаю, что я регулярно появляюсь в эфире по вторникам и пятницам еженедельно. Подписывайтесь с колокольчиком, и вы не пропустите мои свежие выпуски видеожурнала. Чаще всего я их публикую по вторникам, а по пятницам вы можете посмотреть и послушать мои новые музыкальные дивертисменты. Это и песни, в том числе и мои авторские, в плейлисте «Сонгс», а также инструментальные пьесы самого различного характера в плейлисте «Саксофон». Всем удачи, хорошего настроения. Пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok